Бои на голых кулаках можно по праву считать одним из самых жестоких и травмоопасных видов спорта. Но за последние пару лет кулачные бои стали очень популярны. Ведь именно в них зрители могут увидеть кровавые зарубы и адские нокауты. Сегодня мы вспомним 5 самых жестких нокаутеров кулачных боев. Всем приятного просмотра, ну а мы начинаем. Тимур Витязь Слащинин. Чемпион лиги хардкор файтинг. Он залетел на хардкор в первом сезоне в гран-при супертяжеловесов. Уже в первом поединке он оформил 3 нокдауна, после которых секунданты его соперника бросают полотенце. Тимур побеждает, тем самым показывая, что обладает тяжелым ударом. Следующие два боя были точно такими же. Слащинин просто сминает своих соперников и оформляет нокдауны. Секунданты оппонентов выбрасывают полотенце и Слащинин выходит в финал гран-при. На пути Витязя встал Роман Евтеев по прозвищу Нагайз, который шел на серии из двух побед. В первом же раунде бойцы начали жестко рубиться. И уже во второй половине Тимур отправляет соперника в глухой нокаут и становится победителем этого гран-при. Удары Тимура. Далее Витязь потерпел поражение от Дениса Недошковского, но быстро пришел в себя и сразился в следующем претендентском поединке против Владислава Виноградова, где одержал победу нокаутом. Затем он встретился в реванше с Недошковским в титульном бое и выиграл единогласным решением судей, став первым обладателем пояса. В следующих двух поединках Тимур провел две успешные защиты на стадионных турнирах, в одной из которых выиграл нокаутом, завершив шестой бой досрочно. Финалист второго сезона хардкора Лендруша Копян с самого начала был фаворитом гран-при. Первый свой поединок он провел против Амхада Джанчураева, своего друга и товарища по команде. Лендруш побеждает единогласным решением судей. Уже в следующем бою Леко проявляет себя как напористого бойца с тяжелым ударом. Он прессингует своего соперника и отправляет в нокаут. Ну а следующего своего оппонента Лендруш выносит левым боковым прямо в челюсть. Далее Акопяна вызвал на бой Кирилл Толяти-Черняев, у которого было за плечами серия из трех побед. Кирилл заявлял, что Лендруша переоценивают и он не настолько опасный, как все считают. Громкие, конечно, слова, но в бою все намного сложнее. И уже в начале первого раунда Лендруш отправляет Кирилла на настил, после чего рефери останавливает бой. Затем Леко встретился в полуфинале Грам-при с Хамзатом Маэстро Куриевым. И хотя бой продлился всю дистанцию, Акопян успел оформить аж пять нокдаунов и победил единогласным решением судей. В финале Лендруш потерпел поражение, но быстро пришел в форму и сразился в титульном бою с Ильнаром Ишимбаевым, где одержал досрочную победу и завоевал пояс в полусреднем весе. Хайбулла Мусалов начал свой путь к чемпионскому поясу очень ярко. Первых двух своих соперников он просто снес, оформив по четыре нокдауна и завершив поединки досрочно. Следующим его соперником стал Ильнар Ишимбаев. Хотя на протяжении всего боя спортсмены жестко рубились, бой продлился всю дистанцию. Решением судей победу одержал Мусалов. Следующие три противостояния Хайбулла завершает досрочно и выходит на чемпионский бой против турецкого бойца Унала Алкаиша. Уже в конце первого раунда Мусалов завершает поединок и становится чемпионом. Через некоторое время Хайбулла ушел из кулачных боев, оставив пояс вакантным. Его рекорд составил 7 побед, 6 из которых нокаутом. Саслан Кобра Асбаров. Действующий чемпион лиги хардкор в полутяжелом весе. В своем дебютном поединке Саслан проявил себя как очень техничный боец с тяжелым ударом. Он в чистую забрал первый раунд и уже во втором завершил поединок досрочно. Но в своем следующем бою против Руслана Акунаева Саслан подтвердил свое прозвище Кобра, завершив поединок одним точным жестким панчем. Далее Саслан вышел на чемпионский бой против Дауда Кельбиханова, не менее опасного нокаутера. С первых секунд поединок держал в напряжении. Бойцы входили в жесткие размены и уже во второй половине раунда Асбаров наносит хлесткий удар слева прямо через своего оппонента и отправляет его в нокаут. После завоевания пояса Саслан провел успешную защиту на стадионном турнире против бразильского бойца Луиса Энрике Барбосе. Луис давал довольно неплохой отпор. Он первый боец, который сумел дойти до третьего раунда против Кобры. Но уже в третьем Саслан наносит мощный короткий удар из клинча и завершает поединок. Ну и спустя некоторое время Асбаров провел еще одну защиту пояса и выиграл нокаутом. В итоге 5 боев на голых кулаках и 5 нокаутов. Дауд Кельбиханов залетел на хардкор, заявив о себе как о жестком нокаутере. В первом же поединке мощным ударом слева он отправляет соперника в глухой нокаут. Следующий свой бой он снова завершает досрочно, оформив три нокдауна. Затем побеждает единогласным решением судей у Дмитрия Соловьева. И уже в следующем противостоянии Дауд сносит своего оппонента мощным панчем слева. Далее он выходит на чемпионский бой, побеждает нокаутом в печень и становится чемпионом в полутяжелом весе. После этого он проводит неудачную защиту против Азбарова и затем проводит бой против Вячеслава Ясаула, где буквально вторым ударом отправляет его в нокаут. Через некоторое время Дауд побеждает в следующем поединке и выходит на претендентский бой. Но увы, он уходит из лиги. Ну а на этом наше видео подходит к концу. Друзья, напишите, согласны ли вы с топом. Может есть еще какие бойцы, которых вы бы внесли сюда. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч!